Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон, и я сегодня просто слив на сливе, просто шикарные сплетни и новости. Просто какой-то гигантский материал, разгромный материал о продажности высокой моды в России. Конечно, мы поговорим в деталях про покупку мест дизайнерами на московской неделе моды. Поговорим про то, как перешивают бирки с кассива в Zara и как заказывают коллекции с Ариэкспресса и выставляют на московской неделе моды. Да, это именно так все и выглядит. Все в деталях. Поговорим про то, как жрут друг друга пауки в этой банке под названием Z.E.V. и Поплавская. Там всем дают прикурить. Так рыба сгниет-то с головы, да, девочки мои? Ну и, конечно, поговорим про продажность Ксюши Собчак. Сегодня долгий выпуск, поэтому схватили свои стаканчики от Zara, наполнили до краев кофе. Нам больше сегодня обсудить. Белые мои, давайте сейчас немножечко пообсуждаем неделю высокой моды в России. Московская неделя моды. Я напомню, вот в этом видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть, мы обсуждали то безумие в трикалориях. Все вы помните Ларису Долину, Полупьяную Волочкову и прочую самую шайку, лейку, выхаживающую у города. По подиуму московской моды. Неделя моды в Москве, да, то есть серьезное якобы мероприятие, которое должно познакомить весь мир с новинками именно видения моды из России. Давайте пообсуждаем в деталях это позор, потому что у меня прилетело две пташечки. Сегодня будет большой разбор этого самого. И давайте прямо-таки пообсуждаем это все. Ту тетку, которую вы только что видели в красном платьишке. Самое платьишко, да, видите вы, это самое платьишко. Просто футлярчик. Прости, господи. Ботиночки, прощай, молодость. И, конечно, перышки. Торочка. Это видение высокой моды с точки зрения Софа Пыленко. Вон оно как, да. Это, значит, моделька, которая прошла. Я все ждала, когда попадется подходящее видео для этой озвучки. Если серьезно, то московская неделя моды. Это чудесный опыт и прекрасные впечатления. Здорово было окунуться в эту модную атмосферу с такими же увлеченными модой людьми. Отдельное спасибо организаторам мероприятия. Все было на высшем уровне. Давайте поговорим про это все, потому что у меня здесь пташечки. Прямо-таки из первого эшелона. Люди, которые стояли у зарождения, милые мои, высокой моды в России. Именно российские дизайнеры, которые пытались в свое время выбиться в этом жестоком мире высокой моды. Привет, Антон, пишет мне пташка. Смотрел твой выпуск про неделю моды в Москве. Мне же тогда обвинили. Ты взял какой-то отдельно взятый кринжовый показ и вывел его в аксиому того, что это вот это все. Именно так выглядит московская мода. Давайте я объясню, как выглядит московская мода. Ты сейчас рвет теняшку за эту московскую моду. Значит, работала наша пташка в артефакт. 10 лет. Это именно та организация, которая организовывала Mercedes-Benz Fashion Week. Серьезное мероприятие в России, которое, ну, действительно, оно было значимое. Да, может быть, не того уровня Милан, Лондон, Токио, Нью-Йорк. Но оно было очень значимое. Значит, проработала я в хорошей должности. Как раз в отделе из аккредитации СМИ байеров из Европы. В долгие годы работала с дизайнерами непосредственно, пишет нам пташка. Мы долго фильтровали, ввели цензуру, пишет Ташка, старались по максимуму. Когда у меня был руководитель, здесь просит имена не палить. Значит, когда мы были филиалом Мерса в России, мы старались ввести эталон. И было очень удачно. От нас вышло много крутых дизайнеров. Димоны, Пиросмани, Сори Эмнот, это Никита. Кто-то вышел из них на зарубежный рынок. Но деньги ведь не пахнут. Хотелось бы больше. Из дизайнеров мы брали миллионы под псевдопиаром. Когда Шумский сказал, что нафиг ему не нужен Мерс, это один из организаторов той самой темы. И когда они поругались с Тружковым, еще один человек, который был в этой самой теме. Сейчас он под следствием издатель ВОК, и с нами долго работал, и ушел. Короче, этот Сумский про, извините, все, что мог. Я могу много поведать, ибо часть договоров шло через меня и моего директора, пишет нам наша замечательная пташка. У меня вообще света, я так понимаю. Нету, как же мне сесть поближе, чтобы было мне все видно. Извиняюсь, ребят, снимаю в походных условиях, поэтому особо не ругайте меня. Я реально в походных условиях. Папочка сплетников не может оставить свое сплетническое комьюнити без свежих сплетников. Особенно, когда сплетни такие горячие, жирные. Наш отдел работал напрямую с дизайнерами. И мы часто убирали дизайнеров, потому что они устраивали не показы, а цирк уродов, пишет нам Ташка. Ну, именно тот цирк уродов, который мы сейчас и наблюдали на московской неделе моды. Так, в свое время выжить в площадке нам нужно было Кривда Артема и Тимоти с его Black Star. Все вы помните заигрывание Тимоти с высокой моды. И когда к нам приехали зарубежные дизайнеры, даже был контракт с Дёр, было неимоверно круто. Пишет нам замечательная пташка, которая там больше не работает. Наш директор ушла, ушли мы. Когда Шумский сказал, что надо больше драть денег с участия дизайнеров, с партнеров, у нас были и DHL, и L'Oreal, и Егент. Были крутые коллаборации с большими брендами, и все, абсолютно все. Когда сказали, плевать на высокую моду, надо рубить деньги с бедных дизайнеров. А Джамал, у него бутик Four Seasons Hotel, он получил через своего мужа, который где надо сидит. Аренда помещения в таком отеле минимум 500 тысяч рублей. И тем, кто высовывал нос из России и шел на Европу, успешно нужно было задрать цену за участие. И кто только начинает промыть мозги, какие мы крутые, мы же Mercedes Fashion Week. Но когда крупные партнеры и спонсоры отказались от участия из-за психов резиного кармана Шумского, нам объявили больше денег брать и сажать на долгие контракты эксклюзивности показа. Без разрешения артефакт нельзя было отдавать съемки в зарубежные журналы, пока Mercedes, неделя Mercedes Fashion Week не пройдет. Но это губило хороших и действительно классных дизайнеров. Зато друга Филиппа Киркорова, Гуляева Игоря, надо было толкать вперед. За ним светлое будущее. Так почему-то это будущее не наблюдалось. Да, залы забивались, да, народ шел на Филиппа Аллу и Славу Манучарова. Но по факту Игорь как бы в долгах перед кредиторами, так и остался бы случай, когда подожгли его бутик якобы из зависти. Но по факту на него натравили коллекторов и вышибал. И пиар-ход. Был тогда скандал у Беллы Потемкиной, где девочка парню, извините меня, вручную удовлетворяла на показе. Мы искали инфоповоды, чтобы привлечь внимание к этому проекту. И задумка была, как думаешь кого? Самой Оли Бузовой, подружки Беллы Потемкиной. У нас зато забесплатно почему-то вставлялась Кэти Тапурия, видимо своего папочки из 90-х. У нее был бренд Кэти Ван. Жаль, не осталась корпоративной почты. После того, как ушла, доступ закрыт. Там были такие письма от руководства и от Госдумы. Мол, как все делать и какие деньги с кого брать. Их интересно было прочитать. Спасибо, что ведешь канал, несмотря ни на что. Ты прям круто преподносишь информацию. Вот уже 4 года смотрю тебя. Спасибо, милая моя, за слова поддержки и слова любви. Это для меня очень важно. И дальше Пташка нам пишет, о какой высокой моде можно говорить в России, когда дизайнеры, такие как никто или ничто, брали вещи из Зары и тупо перешивали бирки, пишет нам Пташка, выдавая вещи за свои. Раньше мы такое пресекали и не допускали на показ на недели и не ставили в расписание. В последние 2 года Шумский сказал, плевать, продайте место. Если не захотят платить, ставьте в ужасный день, в ужасное время, когда зал не забить зрителями. Хотя главный пункт договора всегда полная посадка зала и интерес СМИ. Естественно, не имея хорошее время, показа и день недели, зал не забить всеми силами и верами. Никак. Вот так и травили людей. Либо плати много и будет тебе все. По факту ничего. Либо уходи, еще и репутацию подпорки. Натравим кого нужно. Так и ушел один хороший бренд, хорошего дизайнера. Но я искренне рада за те бренды дизайнера, которые ушли до всей этой эпопеи с взятками, до всей этой заварухи. Например, Вива, Вокс и Чапурин. Это одна из пташек. И вы знаете, ребят, все становится потихоньку на свои места. Не то, что потихоньку. Скорее всего, это секрет Палешинели, который абсолютно знает все в тусовке. Но становится понятно, почему такое вот безобразие, которое случается хронически на московских неделях. Моды. Вторая пташка мне пишет следующее. Наболела, видимо, у людей, которые работали в этой самой индустрии. И вот понеслось. Пишет там пташка немножко с другой перспективы на эту самую тему. С позиции модели. Значит, я несколько лет как сумасшедший бегал по кастингам разных показов. И знаю всю кухню. Ибо мои друзья из сферы моды. Про высокую моду знаю не так много. Такие дизайнеры, как дом моды Юдашкина или Арутюнов набирают моделей. Только из профессиональных агентств. Но также есть и дизайнеры, которые также на слуху. В России есть такой фонд «Русский силуэт» от семьи Михалковых, где я выступал как модель. И если я начал говорить про элиту, как снимают мальчиков после показов, то тебе нужно будет писать спецвыпуск. Но вернемся к неделе моды. В прошлом выпуске ты немного перепутал. Были основные недели моды. Недели моды в Москве, гостиный двор и Mercedes-Benz. Но они четко только на локации манежа. А это в 100 метрах от Кремля. Также есть эстет фэшнвик. А это вообще ржака, пишет нам пташка. Как они обманывают сотни и сотни людей. Это вообще бомба мода из комода. Неделя моды в Москве, гостиный двор. Это изначально классная идея коллеги модных людей из мира моды под руководством великой женщины Аллы Вейбер. Она просто дива, очень уважаемая женщина мира моды. Мы обсуждали ее уход из этой жизни в этом видео. По этой ссылке можете противостоять еще в самом начале моей карьеры сплетен. Александр Шумский, президент Национальной палаты моды, который переиспользовал всех моделей девчонок. Эта неделя моды обратилась очень быстро в шлак. Участие мог принять вообще любое, не имея никаких заслуг или профессиональных качеств. Главное плати. Первый день всегда был Юдашкин и Лизайцев, когда объединяли два зала. Ильинский и Хрустальный. Посадочных мест около 1200-1300. Все другие показы это ровно пополовину. И цена для любого дизайнера от 400 тысяч до 1,2 миллиона рублей в зависимости от времени и дня недели. Как бы подтверждает эта пташка, то, что сказала пташка предыдущая. Последние показы были просто ужас. Последние 5-6 лет, пишет нам пташка. Такие дизайнеры, как Таня Тузова. Да, вы помните Таню Тузову. И даже коллекция одежды в дневное время, когда были до и после детские показы. В середине выступал, например, магазин интимных игрушек, которые просто расшвыривали в зал. Эти самые предметы для самоудовлетворения от магазина «Розовый кролик» Максимилиана Лапина. Модели в основном были Наталья Королева, Волочкова, Джигурда. Многие псевдодизайнеры просто покупали платья на Алиэкспресс. Пишет нам уже вторая пташка. Вы слышите, да? Кто-то из Зары перепарывал бирки. А вот здесь покупали платья на Алиэкспресс. И одевали своих подруг. И выпускали. Вроде и норм. Но когда это на уровне недели высокой моды в России, это фото все представлено мне. Последние лет 5 на подиуме были. Только детские показы, где родители платят за своих деток, чтобы малышки вышли потом на подиум. Цена в среднем от 10 до 50 тысяч рублей за один выход одного ребенка. А позже стали набирать, в принципе, обычных теток из серии «Хочешь стать моделью». Ну, модели в красных этих самых оторочки перьями мы увидели в начале нашего видео. Кто-то приходил в свои одежды. Вот эти фото вы видите, да? А поверь, сколько есть того, что они вообще не выкладывали. И это стыд. И это 80% всего. Перед коронавирусом организаторы собрали порядка 5 миллионов рублей. И позже на официальном сайте написали, что все показы приносы не на определенный срок. Ибо коронавирус. А в контракте было написано, что в случае с ЧП стоимость дизайнера не возвращается. Новый ковид как раз попал под это правило. Одно из показов, это когда в хлам Анна Седокова презентовала песню под показ китайских платьев. Песня «Милый Эдиты» на видео мне присланном. Это видео не будем показывать. Потому что это показывалось на Fashion TV. А это у нас копирайт будет. И про «Милый Эдиты» на. Мы не будем тоже эти песни писать. Потому что Седокова это, в принципе, дно. И эта песня неимоверно характеризует ее творчество. Что касается Mercedes-Benz, как началась война с Украиной. Так показы прекратились. Сама компания MERS объявила об уходе с рынка. Но и до войны тоже был ужас. Если русская неделя моды. Каждый второй показ был детский или трэш. Где 80% зала были пустыми. Это можно было увидеть, проследив, что из сезона в сезон. Боковое затемнение зала все больше и больше. Но на Mercedes было лучше, когда в зрительном зале был народ. Хедлайнеров часть всего был зайцев. Но много малоизвестных иностранных дизайнеров. Но на каждого заграничного дизайнера у нас молились. И участие было бесплатно. И акмодель участвовал тоже бесплатно. Теперь, пишет Ташка, есть еще одна неделя моды. Это эстет Fashion Week. Это вообще полный кринж. Есть ювелирная фабрика эстет. Это очень большое здание недалеко от ВДНХ. Это относительно недалеко от центра Москвы. И значит они были как раз спонсорами этого все. Флотельцы в фабрике крупная восточная семья. Поэтому фабрика в 5 этажей все в золоте, бархате и золотых узорах, коврах и так далее. Все бриллианты из пластмассы. Бархат самый-самый дешевый. Но там тысячи метров и тонны искусственных цветов. Но это очень нравится всем. Каждый показ не превышает знаменитостей и не платит деньгами, а дарят украшения. И миллион, миллион, миллион еще информации на эту тему. Ребят, то что мы видели, это когда, прости господи, великая джаз-певица Долин вышла в ужасном триколоре. Многие написали, что это все выглядело как венок с кладбища. Полупьяная Волочкова в ужасных рюшах и бантах. Мне сказали, это отдельно взятый показ. Нельзя судить неделю моды в принципе по этому показу. Да, ребят, можно. Потому что остальное еще хуже, чем то, что мы видели. Люди перепарывают в России. Новая мода. Люди перепарывают бирки с предметов одежды от Zara. Закупают свои коллекции на Алиэкспресс. И выставляют это как видение новой русской моды. Большего дна я не видел и не слышал никогда в своей жизни. Но у нас в комментариях очень много русских защищали свою моду. И, ребят, я вас прошу. Я понимаю ущемленность, собственно, вот этого патриотизма. Боль за свою страну. Но вопросы здесь как к организаторам этой самой фэшн-вит. Так и к самим дизайнерам, которые платят, во-первых, чтобы засветиться. И им нечего предоставить. Поэтому они перешивают платья с Алиэкспресс и из Zara. Потому что им, повторюсь, нечего представить публики. Модные публики. И вы знаете, ребят, ну хотите вы того или нет. Как бы больно вам не казалось. Но нечем заменить. Нечем заменить ушедшие бренды. Нечем заменить. А то, что есть, это вот просто тот самый Китай. Или неизвестно, что еще какая-то левая Турция. Которая на безрыбье. Действительно рак рыба. Но по факту, серьезно, будем сейчас утверждать что-то за высокую моду в России. Которая не существует. Не существует ее. Хотите вы этого или нет. Рубчинский сейчас в Скане Уэст. Те, кто более-менее значил из себя что-то, они давно уехали. Саша Рогов у нас, блин, сягу перешивает. Он сразу открыто говорит. Да, я ворую у них дизайн. Потому что, ну почему нет, Zara может и я могу. Это у нас Саша Рогов, да? А Рутенов, наверное, один единственный, кто остался. И тому я лично говорю, Саша, езжай ты оттуда куда подальше. Потому что ты шикарный дизайнер. Которого я неимоверно уважаю. И, наверное, один из единственных, который остался в принципе от модной индустрии. Великих недель моды в Российской Федерации. Позорище. Читаешь, я понимаю текста много. Я понимаю информации много. Но это самый настоящий позор. Если послушать ваше мнение, давайте пообщаемся в комментариях. А кто еще, ребятушки, милые мои, знает еще что-то про русскую моду. И про то, как эта русская мода делается. Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. Вы знаете, ребят, я сегодня послушал мнение Варламова. Уходит тоже с Ютуба. Так как он иностранный агент. Не хватает ему 4 миллионов рублей на проживание. И он очень много 50-минутных видео выложил о том, как сложно ему снимать видео. Как ему, видимо, придется уйти. Потому что без всякой поддержки своих любимых зрителей он не в состоянии поддерживать тот уровень жизни, к которому привык. Скорее всего, десятки человек будут уволены. Он гигантское количество времени того самого видео. Он уделил перечислению собственных заслуг. Он говорил, как он помогал строить урбанистику. Как он двигал мнение людей в сторону правильного образа жизни. Он показывал, какая Россия ужасная, какая Европа прекрасная. И на контрасте он играл. И в надежде, что Россия когда-нибудь станет такой же, как Европа. Это все понятно, это все здорово, да? Он одно опустил. Он одно опустил. Все эти деяния, все эти, блин, совершения, которые он совершал на своем Ютубе, добрый самаритянин Варламов. Он в первую очередь делал это ради заработка денег. Но это чистая правда, ребят. И вы понимаете, когда смотришь других иностранных агентов, да? Ну, та же Гордеева, тот же Пивоваров из редакции. Они говорят, ну, ребят, ну мы уволим, да. Если вы сможете чем-то поддержать, поддержите нас. Мы уволим, мы будем работать в урезанном формате. Но мы не будем оставлять это дело, потому что сейчас это, если мы оставим это все, это все бессмысленно просто. Нам закроют рты, и мы на это не согласимся, да? Варламов же, вот вы знаете мои любимые видео. Вами вы смотрите их. Что происходит в Варламов? Это твой формат, где ты просто говорящая голова, суммируешь новости за неделю, которые прошли за это прошлую неделю. Милый мой, если ты считаешь, что твой формат, что происходит, это уникальный формат, которому замены нет, то очень сильно ошибаешься. Ребят, есть вот так, кажется, так называется, да? Белорусские новости, я обожаю белорусские новости, снимающиеся в Польше, альтернативный взгляд на антидиктатуру, как в России, как и в Беларуси. Шикарный канал, я оставлю ссылку на него. Канал Дождь великолепно суммирует это все, что происходит, то, что делает Варламов. Они делают это с профессиональной точки зрения, потому что это действительно журналисты, которые проводят какие-то, собственно, расследования. Популярная политика, группа Навального. Ребят, много каналов, которые делают то же самое, что делает Варламов, на что происходит. Про путешествия, он очень здесь закрученился, что у него не получится теперь путешествовать, потому что нет денег. Серьезно, Варламов, в 24-м году ты хочешь, чтобы люди смотрели травл-блоги? Травл-блоги с твоей альтернативной точки зрения? Лядов. Лядов и его травл-блоги это огонь. Они редко, но они всегда метко, они очень остры, они очень интересны. Я знаю, что этот человек с сомнительной репутацией, но, тем не менее, делает он шикарные травл-блоги. Сейчас Варламов будет вам говорить про то, что у него нет возможности больше путешествовать, и поэтому ему придется, видимо, травл-блоги свернуть, если вы не будете оплачивать его путешествия по миру. И еще очередной травл-блог, которых миллион на Ютубе, да, вы будете сейчас ему это все оплачивать. Варламов, ребят, я как ютубер, да, когда началась война, из Российской Федерации сразу урезались все. Абсолютно все. Мы здесь говорим про монетизацию. Я думал, я серьезно сел и думал тогда, господи, боже мой, ну, наверное, даже если буду зарабатывать 800 евро в месяц, я все равно проживу. Я проживу. Ребят, ну, честно, квартира своя есть, оборудование все есть. Я проживу на те 800 евро. Я не положу на полку зубы, и я не прекращу снимать. Какая-то была изначальная реклама после начала войны, которая потом накрылась медным тазом, потому что я блогер с четкой антивоенной позицией. Я никогда ни у кого ничего не прошу. Если вы решите поддержать меня, кидайте донат. Если вы в состоянии уделить минуту вашего времени, вот просто потратить его на ролик, проигрывающийся непосредственно от самого Ютуба, пожалуйста, сделайте, и вы очень поможете мне произвести видео на этом канале каждый божий день. Если вы этого не сделаете, я все равно буду на этом канале вести сплетни и новости, даже в урезанном случае монетизации ситуации, и я все равно справлюсь. У Варламова, дорогие мои, 60 миллионов, или сколько там, 50 миллионов просмотров в месяц. За прошлый месяц у него там было столько просмотров. Ты сейчас хочешь сказать, Варламов, у него там минимально от 11 тысяч евро до 180 тысяч евро в месяц. Social Blade – это открытая информация. Средний заработок, да? То есть от минималки в 11 тысяч, то есть менее 11 тысяч, он не зарабатывает точно. До 168, что ли, тысяч евро в месяц. Я вам скажу больше, как блогер, я как блогер, да, Варламов много говорил, он не сказал, какое процентное соотношение его смотрит из России, из остального мира, где все есть этот контент, монетизируется. Мое предположение, что Варламов делает около 40-50 тысяч в месяц просто на монетизации с YouTube, но это просто, это не какая информация. Это просто, я в среднем смотрю, сколько зарабатывают блогеры, сколько зарабатывают блогеры, которые получают по 60 миллионов просмотров. Ты серьезно зарабатываешь, ну пускай 30-ку, ну пускай 40-ки ты зарабатываешь в месяц, и тебе не хватает содержать десятки людей, которые на тебе работают? Он правильный, он инагент, у него правильная четкая гражданская позиция. Ну что ты такой меркантильный-то? Что ты врешь? Да ладно, ты врешь своим гражданам, своим вот этим вот подписчикам. Вот люди, мы не можем, там 4 миллиона рублей не хватает мне в месяц на прожить. Да покажи ты свою статистику. Если ты просишь, чтобы тебе кидали деньги, тебя поддержали, но открой ты статистику, сколько людей тебя смотрит не из России, не из тех территорий, где YouTube не монетизируется, и сколько твой заработок был за те 60 миллионов прошлого месяца, которые ты сделал. Покажи открытые цифры, чтобы люди могли сказать, ну да, действительно, ему не хватает. Я боюсь, у него там цена цифры, я не знаю, может только с монетизацией. Будет до 50 тысяч евро в месяц, ну пооткрой ты все. Или ты заламываешь руки и говоришь, боже мой, а как же мне жить, я невозможно мне жить, да вы посмотрите, какие мои травл-блоги не будут выпускаться. Да открой ты статистику свою, скрином. Делают такое западные блогеры. Ты просишь деньги, ты говоришь, не хватает. Открой статистику. Или прекращай врать. Не хватает ему 4 миллиона. Не зарабатывает он столько. Он не зарабатывает столько, он зарабатывает больше. Потому что если бы он зарабатывал меньше, он бы сказал, вот 1000 евро я заработал. Вот вам скрин подтверждения. Или Варламов, ты показываешь свою монетизацию, ну если ты 50 минут вывалил ролик профессионально смонтированный, да, или ты показываешь свою монетизацию и количество просмотров не из России, или тогда вопроса к тебе вообще нет. Он правильный человек, он делает классный контент. Но давайте не будем сейчас лохматить эту бабушку и говорить, ну не знаю, как жить. Ты мужик, сторонними несколько бизнесов. У тебя не знаю, какой бизнес в России, какой бизнес у тебя, где еще. Но не нужно сейчас говорить, что тебе ничего не накоплено, и ты положил зубы на пол. Вранье. Ребят, я не люблю, когда из меня делают дурака. Вот у меня простая формула. Покажи, докажи, что у тебя десятка в месяц, и тебе не хватает. Доходы, расходы, дебет с кредитом не сходятся. Вот тогда, возможно, люди тебе и помогут. А пока, или вообще ничего не говори, или покажи сразу статистику. Брехло, блин. Брехло, не могу, не могу. У людей не на что жрать. Я про все, что прошу. Если у вас проигрывается реклама от самого Ютуба, та вставка, да, реклама просто на Ютубе проигрывается. Ну просто минуту ваше время уделите. Это вам вообще ничего не стоит. Не прошу никаких донатов. Не надо мне донаты. Если вы решите поддержать или Антошу Эс, или местный приют, поддержите приют. Я выживу. Приют, возможно, нет. Вранье, блин. Одно вранье, ребят. Я обожаю, как, знаете... Что я обожаю, я сейчас скажу через минутку. Прошу прощите, затянутое видео, потому что за этой неделе моды. Но у меня вышло видео вчера про Машу Ефросинину. Гадание на картах Таро. На это вот видео самое. По этой ссылочке можете пройти. Посмотрите, посмотрите. Шикарное получилось гадание. Серяткин вас просит погадать. Сейчас после откровения Фадеева, который мы обсуждали в этом видео. По этой ссылочке можете пройти. Я думаю, будет очень интересно на нее разложить картишечки. И у меня выходят влоги. В эту пятницу не вышло ничего, потому что я замотан. Сейчас идет дождь. Я потный, видите, жарко и холодно. И все уж такое-то, блин. Я еще пятница постараюсь выложить влог, чтобы было посмотреть, чтобы папчику сплетников делать ватры, я сплети новостей. А в прошлую пятницу выходило вот это видео. Я обожаю, как грызутся, как пуки в банке, эти самые Z-патриоты. Это мой личный спорт, ребята. Поплавская. Это кринж. Это кринж в квадрате, да? Складывается стойкое ощущение, будто в нашей стране есть кто-то главнее президенток, кто своей властной рукой возвращает всю пену, грязь, от которой мы, казалось бы, только что избавились. Вопреки словам великого Владимира Путина, Валентина Матвиенко и Володина, Пугачев выпускает новый альбом, и он появляется на российских музыкальных площадках, а Настя возвращается с концерта и выступает на ВДНХ. По случаю 8 марта. Рева вернулся на российское телевидение. Киркоров рекламирует кадры 5 минут. Вот Ваня Хлобысин говорит, пора освободить место другим, ведь это не изящное искусство, не что-то интеллектуальное. Этому есть определенное определение. Поганый шоу-бизнес. И своевременно ли сейчас делать бизнес на шоу, когда продолжается война НАТО против России? Да, наши бойцы уверены вперед. Уверены вперед, а Авдеевку взяли украинцам. А Авдеевку брали, милая моя, год. И положили там десятки тысяч живых ваших мальчиков, да? Авдеевку они взяли. Знаете, что такое Авдеевка? Такого, как случилась эта трагедия Авдеевки. Но так, как случилась Авдеевка, некоторые украинцы не знают, где находится Авдеевка. А это сейчас у зет-патриотов, это знаковый момент, когда взяли Авдеевку. Взяли этот непоколебимый столб уровня, наверное, Нью-Йорка. Мои соболезнования всем, кто из Авдеевки. Ну, вы просто представляете, как из Авдеевки они делают инфоповод. А тут выпускается эмилитический карнавальный шоу, когда продолжаются атаки по Петербургу, Белгороду, Курску, Вороссию, Торецку с победным домом по всей Довороссии. Это ли не пляски на костях? Остановите войну. Немедленно остановите войну. Вернитесь вы к тому моменту, насколько это можно. Какая Россия была, ну не знаю, там в 18-м году. Вот попробуйте это, нет? Вы Авдеевку год брали, вы сейчас грызете друг другу горло. Знаете, кто больше кому перегрызет? Вот просто кто кого больше задавит? Обязательно нужно вставить великого Путина, великого того, великого всего. Большего кринжа и несплоченности среди рядов зетников я в жизни своей не видел никогда. То есть вы понимаете, люди не объединены единые идеи, люди не объединены единым стремлением к чему-то, да? Люди объединены одним перегрызть друг другу глотку и быстрее пойти к каким-то своим целям, понимаете? Здесь нету какой-то вот единой святой идеи, там, я не знаю, вот на страну напали, нужно страну отстоять, да? Нет. Здесь мы нападаем и наши мальчики брали Авдеевку, прости господи. Она вообще читает себя или она просто перманентно под алкашкой, она перманентно неадекватна? Вот мне очень интересно послушать ваше мнение по поводу Яна Поплавской. А это вообще Яна Поплавская, это великая лакмусовая бумажка показателя разобщности и вражды внутри вот этой вот клаки, которая объединена под двумя литерами Z и V. Вот если вы понимаете, трах империи, он не за горами, потому что, когда каждый друг другу не друг, а враг, вот даже в той вот этой вот, в том болоте, да? О чем вообще речь идет? Позорище, просто позорище, просто едет невозможно. Собчак же выложил, значит, вот эту фотку с Путиным 8 марта, на 8 марта, да? Лидер у нас только один, пишет она в своем телеграм-канале. Значит, ей уже, ну, иные прилетело, ей прилетело, да, ребят? Всяких там этих она вбивает в подкорку, то есть, вы знаете, вот это вот называется product placement, когда вы берете чашку Saint Laurent, мне Saint Laurent не платит, да? Но если вот я беру чашку Saint Laurent, и вы видите ее в экране, вы подсознательно хотите ее купить. Это называется product placement, это рекламный ход. Тем же самым занимается Ксения Собчак. Она, значит, ставит Путина, и лидера у нас только не... Пускай с сарказмом, да? Дальше она отвечает на хейт, который она получила. Господи, сегодня праздник, эта открытка показалась мне забавной. Не нравится мое чувство юмора, отписывайтесь, хватит до любой ерунды. Ну, реально, больше некого в чем обвинить и зашеймить, да? То есть она, ну, она среагировала на это все. А это уже, милые мои, обложечка с Путиным, да? И презрение с 8 марта опубликовали муж Лерчик, Артем Чкалин. Он тоже поздравил женщин 8 марта с рисунком Путиным. То есть вы понимаете, произошла какой-то закуп. Нужно было поздравить всех женщинам-лидерам, которые выглядят моложе, чем он есть на самом деле. Такой крепкий, зильный, великий Путин, да? Значит, дальше Собчак комментирует. То есть вы понимаете, произошла какая-то тема, нужно было обязательно поставить Путина с цветками и поздравить всех женщин. Это не я сделала, мне прислали. И я поставила в ответ на открытку сына Кадышева. Жаль, что у нас немного разное восприятие реальности. Сегодня Ксюша Собчак, она никогда не будет у нас иностранным агентом. Ксюша Собчак, она, знаете, до порога времени сидела на двух стульях. На данный момент Ксюша Собчак, она в открытую пошла гнать вот эту вот свою повестку. В свое время, знаете, когда она комментировала мои видео, как-то аргументировала, приглашала на свои шоу, пускай через Zoom, но тем не менее, да? Мне она нравилась. Это была любовь и ненависть к Собчаку. После начала войны я не мог понять ее. А сейчас все становится на свои места. Это вот вся грязь. Это же грязь. Собчак, которая вертеть хотела все. Все для нее было и черт. Глубинный народ. И нет, продолжаем общаться с народом, потому что из-за работы. Никогда никем не очаровывайтесь. Даже если вы чувствуете к человеку любовь или ненависть, лучше ненавидьте. Потому что вопрос времени, когда ваш человек заставит вас убедиться в этой самой ненависти. Что, кому подарили на 8 марта? Пишите в комментариях. Огромное благодарю всем спонсорам канала, кто еще есть. Редко, но метко кидают нам донатики, которые я не прошу. Если нет, нечем помочь, ребят, не помогайте. Если нет возможности ничем помочь, не помогайте. Если есть дилемма Антоши лес или местному приюту, отправьте приюту. Антоша выживет, а приюта, возможно, нет. Если вы из свободного мира Украины, Европы или Америки. Пускай, если вы видите рекламу, какую-то рекламу от самого Ютуба. Но, ребят, не пропустите пару роликов. Здесь вообще от вас ничего не нужно. Минута, прямо понимаем, минута 30 бывает. Длинные у них ролики от Ютуба. Пару роликов не переключите, не остановите. Этим вы уже поможете. И больше ничего не надо. Потому что независимо ни от чего, каждый больше день на этом канале вас будет ждать новый ролик со сплетними новостями. Вне зависимости от того, помогли вы или нет. Помогайте приютам, вот там важно. А блогерам, Варламову, ему 4 миллиона на жизни не хватает, да? Думайте сами. Спасибо всем, кто посмотрел. Спасибо всем, кто делился информацией. Обожаю наших пташек. Вы самые крутые, ребят. Самая крутая комьюнити сплетников в этом русскоязычном блогинге, в принципе, на планете. Нас смотрят отовсюду. И мы самые крутые. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Видите обязательно завтра. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!